Здравствуйте, товарищи зрители! Тема вода. Вы уже знаете, какую воду надо пить и на какой воде готовить, чтобы не навредить своим почкам и здоровью в целом. Какой фильтр для питьевой воды надо иметь в каждом доме и квартире, на кухне, особенно если вы живете в городе с жесткой или хлорированной водой. Ведь вода это основа жизни и здоровья, и от того, какую воду вы пьете, напрямую зависит качество вашей жизни и ее продолжительность. Более того, вода это растворитель, а идеальный растворитель это осмос. После моих многочисленных видео о свойствах воды зрители меня просто завалили письмами про системы обратного осмоса. Какие, мол, покупать, чтобы не навредить себе? Что ж, пришло время рассказать, все пояснить. Постараюсь коротко и при этом подробно самую суть. Я ставлю 4 главных вопроса и отвечу вам на них. Первый вопрос, а не вредно ли пить мягкую воду после системы обратного осмоса? Ведь нам так нужны минералы, а в осматической воде их нет. Второй вопрос, стоит ли покупать систему обратного осмоса с картриджами минерализаторами? Третий вопрос, а вернее констатация и пояснение, почему обычные старые стандартные системы осмоса с накопительным бочком вредны? И, пожалуй, это главная тема. Ну и последний четвертый вопрос, есть ли прогресс в системах обратного осмоса? И есть ли альтернатива вредным системам с накопительным бочком? И если есть, то какая или какие? Ну а теперь по порядку буду отвечать на эти вопросы. Итак, не вредно ли пить мягкую воду после осмоса? И зачем? Кому вообще нужна система обратного осмоса? А она всем нужна. Потому что вредно пить минерализованную воду с солями жесткости. Например, с карбонатом кальция. Поберегите свои почки. Ведь минералы в любой воде всегда присутствуют только в неорганической форме. А нам, каждой нашей клетке, надо получать минералы только в органической форме. То есть из живой еды, а не из воды. Центры долголетия были только в тех регионах и районах планеты, где люди пили местную воду из источников, которая обладала нулевой или близкой к нулевой жесткости. То есть в своем составе такая вода не содержала никакие сульфаты, карбонаты и иные неорганические минералы. Она была без солей жесткости. И это просто факт. И вот потому всем нам нужна система обратного осмоса. Ну и уже такую воду можно просто пить, готовить на ней что-то, кто что готовит. Ну и конечно наливать в персональные генераторы водорода и свободных электронов и уже получать воду с нужными определенными для организма физико-химическими свойствами. Об этом ссылки на видео и на эти приборы генератора водорода я оставлю вам под этим видео. Идем дальше. Второй вопрос. Почти все системы обратного осмоса комплектуются картриджами, реминерализаторами. Нужно ли использовать такие системы осмоса? Конечно же нет, это несусветная глупость убирать сначала минералы из воды, для чего осмос и нужен, а потом вносить туда на протоки обратно минералы. По сути это называется вшило на мыло. Ведь минералы, вносимые из картриджа минерализатора, ну они собственно тоже в неорганической форме будут. Смысл тогда какой вообще иметь систему осмоса, убирать из воды хлор? Тогда это недостаточная мотивация для покупки осмоса. Поясню для тех, кто не в теме. Минералы, микро-макроэлементы, нужны нашему организму каждой клетки только в органической форме, в составе сложных органических структур. А их можно получить только из пищи, причем живой, сырой. Например, из зелени, овощей, фруктов, ягод, не прошедших термообработку. Потому брать надо систему обратного осмоса, разумеется, только без картриджей минерализатора. Третий, и вот как раз главный вопрос, почему оказывается системы с бачками-накопителями, вот которые были там 30 лет производились, они вредны? А потому, дорогие товарищи, что все баки это отстойники, вода в них находится, ну, круглые сутки. Сами же баки внутри покрыты полимерным слоем. Ну это, по сути, определенный вид пластика. Этот пластик всегда реагирует с водой и выделяет частички себя в воду. Таким образом, вы год за годом постепенно отравляете свои организмы. Еще раз, вот это взаимодействие полимеров внутри бачков с водой идет круглые сутки, 365 дней в году. Сейчас, когда мы сами стали пользоваться уже системами другого плана, о которых я сейчас вам расскажу, мы разрезали старые бачки системы обратного осмоса, вот просто для интереса, и увидели интересную жуткую картину. Везде картина была одной и той же. Это слой слизи внутри бачков. Это бактериальный налет, и эту воду пьют люди. И тогда возникает вопрос четвертый. А есть ли какая-то альтернатива? Ну, безусловно, теперь уже есть. Ее не было раньше, поэтому раньше я и видео не делал. Да и что мог бы я предложить? Как говорится, ну, вот критикуешь, предлагай. А то проблема поставлена, она существует, реальная, но какой выход? Безысходность? И вот теперь этой безысходности нет. Есть выход. Теперь каждый из вас сможет получить и прекрасную, чистую, без солей жесткости осматическую воду, и сможет быть при этом уверенным в том, что эта вода никакого микропластика и других вредных соединений в себе не имеет. И это уникальная альтернатива старым системам обратного осмоса. Это технологический прорыв, это проточные системы обратного осмоса. Примерно год назад я купил для тестирования одну, потом другую и вот не так давно третью систему обратного осмоса, проточную с внутренним насосом. И хотел долгое время тестировать эту систему, чтобы потом самому уже предлагать вам, но моим зрителям и покупателям, у меня, кто не в курсе, есть главный интернет-магазин nadgar.ru, где продаются товары для здоровья и продукты, органические био и биодобавки и так далее. Так вот и разные приборы, в том числе водородные генераторы, как персональные воды, так и проточные. И, конечно, это моя тема. И системы обратного осмоса мне надо было бы продавать, но я не хотел продавать никогда те системы и смысл какой. А вот теперь смысл огромный. Теперь имеет. Так вот, год я тестировал, поставил себе домой, дочерям. Ну и недавно еще систему купили, чтобы, так сказать, в другое место поставить. Неважно. В чем тут суть? В данном приборе, который, разумеется, так же, как и обычный осмос, ставится, ну скажем, под раковиной на кухне, да? Так вот, находится огромное количество, примерно в 20-30 раз больше по площади поверхности мембран осматических, чем в классическом обычном осмосе. Плюс стоит свой собственный насос для повышения давления в системе, чтобы за единицу времени через мембраны, ну в реальном времени, прошло ну как можно больше воды. Иначе какой смысл будет просто неудобно пользоваться, если воды будет мало. То есть раньше бачок делал эту задачу, функцию, то есть туда вода долгое время накачивалась по чуть-чуть, по капле, что называется, потом крантовый открываете, и там литр, два, три даже воды выливается, можете пользоваться. И потом пусть еще полдня накачивает. А теперь просто в реальном времени, и вот те приборы, что я испытывал, они давали один литр воды в минуту. То есть буквально вот, ну, с пять спичек льется вода, буквально какие-то секунды стакан воды наливается. Единственная разница в том заключается от старых систем, что под раковиной теперь должна быть электрическая розетка для новых систем. Ну, чтобы подключить к сети, поскольку помпа, то есть насос, работает от тока. Вот и все. Монтаж также примитивен, прост. Любой сантехник или человек с руками сделает это там за 10 минут. Но самое интересное вот что. И почему я этот ролик записал? Пришло время, вот почему. На днях вышла система, которая, ну, совершила прорыв, можно сказать. Во-первых, более компактные размеры. Не 1,2 литра в минуту. При том, что насос еще более тихий. Она при этом дешевле в два раза. Я на момент записи на 27 февраля 24 года скажу так вам, что стоимость системы новой чуть дешевле, чем наш прибор персональный генератор водорода и свободных электронов Neopen, то есть там 38 тысяч 500 рублей. Тогда как те системы, которые я сам себе покупал, вот первое поколение, скажем так, стоили, ну, примерно 68 тысяч рублей. То есть эти системы, при том, что они более производительные, они в два раза дешевле, чем вот первое поколение, ну, которое я уже испытываю год. Как, я надеюсь, вы понимаете, цена для данной категории приборов это просто копейки. Я хотел поставить в продажу две эти системы, но по сути никакого в этом смысла нет. Вполне достаточно и ничем не уступают системы новые, которые мощнее и дешевле. А теперь послушайте, что в эту систему еще конструкторы умудрились включить за эти-то деньги. Итак, в этой модели есть индикатор ресурса, встроенный ТДС-метр и процессор, который показывает глубину очистки воды, отслеживает оставшийся ресурс и напоминает о необходимости замены картриджей. Более того, с помощью внешнего датчика процессор отслеживает вероятность протечки и при ее возникновении включает, во-первых, звуковую сигнализацию, во-вторых, прекращает подачу воды на устройство. Тем самым вы избежите протечек. Ну, а про остальные свойства данного уникального прибора вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке под этим видео и прочтя информацию о данном приборе. Ну, естественно, вы его сможете купить. Итак, ссылку я вам оставляю на этот прибор прямо под этим видео. Напомню, что отправляем мы, разумеется, наши любые товары и приборы, в том числе, в любые города и страны мира. И еще дам вам рекомендацию, как правильно пользоваться этим прибором, потому что кто-то скажет, ну, хорошо, при пуске, скажем, вода же все равно, которая в мембранах остается, выйдет, но все-таки это же тоже полимерные там мембраны какие-то, как ни крути. Как быть уверенным в том, что никакие частицы микропластика уж точно не попадут в организм? Подсказка гениальна и проста. Когда вы начинаете наливать воду, не наливайте сразу для пользования. Первый там, скажем, полстакана, стакан слейте и сразу подставляете, скажем, кувшин, чайник, ну, или какую-то там трехлитровую банку, ну, чтобы наполнить сразу там на полдня, на день себе сколько надо воды. Вот и все. И включать прибор лучше реже, поэтому лучше вы больше наполните емкости. Ну, скажем, за одно включение сразу там две трехлитровых банки. Это просто мой вам такой совет, чтобы совсем эта система долгие-долгие годы работала. Вот, собственно, и все. Ну, что я могу сказать? Такие системы теперь лично я буду ставить везде, где мне нужна вода, питьевая вода. Смотрите обязательно видео, ссылки на которые я вам оставлю под этим видео, которое вы сейчас смотрите. На этот прибор проточный Осмос. И, конечно, на персональный генератор водорода и свободных электронов Neopen. Ну, и в завершение я попрошу вас поставить пальчик вверх, подписаться, кто еще не подписан на мой канал, нажать колокольчик и выбрать получение уведомления о выходе всех видео, отправить ссылочку на это видео всем друзьям, знакомым, близким, поделитесь и оставьте комментарий под этим видео. Это поможет продвижению моих видео. И это будет минимальной хотя бы благодарностью от вас мне за мои труды, за мои видео. Всего вам хорошего, до новых встреч!